Это что, брак, что ли? Печаль. Печаль, беда. Вроде выглядит классно. Сейчас будет шокирующий номер. Аж 600 рублей. Если кто понял, о чём я... Я его натягивала просто вот так вот. Извините, что не помята, но я же не ню. Просто скажите мне, что вы готовы это увидеть. Всем большой привет, с вами Ирина Дрим, и сегодня у нас огромная распаковка купальников с сайта Джуна. Почему огромная? Потому что действительно в этих двух пакетах прячется около 10 купальников. Я не знаю, сколько ко мне всё-таки по итогу дошло, но я надеюсь, что такое количество уже доехало. Давайте ставить ставки в комментариях прямо сейчас. Пишите, сколько вы думаете пакетов внутри вот этих двух пакетов. Чем мне нравится Джун, так это тем, что на таможне все твои посылки, которые ты заказываешь, ну, вернее, не все, хотя бы по частям формируют вот в такие пакеты Джун. И это прямо здорово. Ну что, вы написали в комментариях, сколько пакетов я вытащу? Если нет, давайте скорее пишите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чёрт, до 10 одного не хватило, но здесь я так предполагаю, что не может быть всё купальники, здесь есть ещё и какие-то украшения. Ох, как в старые добрые времена, ребята. Это ножницы, куча посылок у меня. Сейчас распаковок будет очень-очень много. Ой, от старых времён нас разделяет TikTok, который я сейчас активно веду. Не забывайте подписываться на меня там и смотреть вот эти вот грязные макияжи, ну, и на моих животных. Начинаем не с купальника. Это малюсенькая подвесочка, которую я даже немножечко разрезала пакетик. Эта подвесочка стоит всего 100 рублей, а вернее 103 рубля. Здесь 4 цепочки. Ну, цепочка, конечно, да, за 100 рублей такая себе, но 100 рублей. Ой, ну распутала красоту. Гляньте, здесь у нас получается планета, 2 кольца, которые совмещены, и вот такая луна перевёрнутая. Ой, ну вообще издалека вообще просто бомба, серьёзно. Я уверена, конечно, что это украшение скорее всего почернеет очень быстро, но можно же купить 5 таких, если уж очень нужно. Я думаю, что мне будет не нужно. Я и чёрный нормально ношу. Они делают такое суперсветлое серебро, наверное, с учётом того, что оно темнеет, и когда оно потемнеет, оно будет такое, ну, обычное среднее такое серое серебро. Так что это, наверное, специальное такое серебро. Покажу цепочки вот таким образом, чтобы вы увидели, насколько они длинные, доходят практически до бюста, и первая цепочка коротенькая. Ну, правда, я её, конечно, зацепила где-то на середину. Вот. Можно ещё припустить, ну, и можно ещё сильнее затянуть, как вы поняли. Мне нравится первая цепочка, потому что на ней такие прикольные шарики. Ну, смотрится симпатично, прямо классно. Ну, это уже похоже на купальник, да, так оно и есть. Купальник в размере М, белый, за 693 рубля. Я себе выписала, чтобы вам было проще, и сразу вы слышали цену. Это купальник очень интересный, вот с такой дыркой. По идее, если у вас красивая грудь, и вы хотите её немножечко так показать аккуратно и оригинально, то можно вот купить такой купальник. Давайте проверим, действительно ли грудь будет выглядеть, как на картинке, или же это будет очень стрёмно смотреться. Трусики здесь тоже с такими интересными, ой, господи, я уже даже не помню. Да-да-да, с интересными вот такими лямками на бёдрах получается. Ну, прикольно должно смотреться. Вроде выглядит классно. Что касается ткани, мне очень нравится такая, полностью, короче, тряпичный такой купальник. Вообще не скользкий, он просто как хлопковый получается. И здесь ткань вот такая в полосочку. Здравствуйте, меня зовут Миссис Мори. Сегодня у меня такой мейк, продолжаю в следующий день записывать эти кадры. И вот он, наш первый купальник. Вот так он выглядит на мне. Конечно, мои бачка сказали привет, вошли в чатик. Но если сделать вот так повыше эти верёвочки, в принципе, ничего здесь не заметно. Что касается груди. Бывают моменты, когда вот, ну, слишком как-то высоко поднимается купальник, и всё вот здесь вываливается. Но в целом оно, типа, так и должно быть. И да, как и на картинке, оно так и есть. Видно, что у меня здесь всё беленькое, потому что обычно там находится купальник. И сейчас это странно выделяется. Надеюсь, что я подзагорю, может быть, даже под этот купальник. Ну, я же не нюх. Нет, в смысле, я подзагорю вот этот купальник, и здесь ничего не будет больше такого беленького. Вот так он сидит сзади. И в целом скажу, что мне нравится этот купальник. Он приятный к телу, материал не колется. Очень-очень-очень мягенькая ткань. Ну, и ничего не будет просвечивать, потому что здесь есть такие два треугольничка, которые защищают... Ой, ну давайте сразу уже все откроем эти маленькие пакеты, чтобы я потом уже не обращала на них внимания. Мне кажется, что здесь у меня лежат серёжки. Да, так и есть. Я заказывала всего одни серёжки. А нет, двое одни, вот, получается. Я заказала себе такую большую серёжку на одну сторону с лицом девушки. Я показывала вам её в подборке. И, да, я заказала её. Эти я тоже, кстати, вам в подборке показывала. Опа, это что такое? Это что, брак, что ли? На вот этой вот штучке, на ушке. Нету вот здесь вот такого белого камушка, ну, пластика. Обидно. Такая штука прозрачного цвета. Беда, нигде её нету. Что делать? Короче, буду подавать жалобу и надеюсь, что мне вернут мои денежки. Вот, стой. Я пока сейчас их надевала. У меня отлетела ещё одна вот эта штука прозрачная. И вот так вот получается. В целом, смотрится неплохо, но без этих штук не очень. Было бы вот так. Ну, симпатичнее же, согласитесь, да? Печаль. Печаль, беда. Давайте следующий купальник поднимает себе настроение. Та-дам! Здесь у меня купальник-трансформер. Я надеюсь, что он трансформер. Заказал я его в размере S и стоил он 644 рубля. Вот такой приятный зелёный оттенок. Оливковый. Здесь вставлены чашечки. Он такой скользкий, обычный. И у него очень лёгкая ткань. Сзади он однослойный, но впереди два слоя. Необычно. Я очень редко вижу, что делают сзади один слой. Наверное, так дешевле, поэтому он так стоит. Вот такие трусики. Да, скажите, что вы двусторонние. Блин. Ну, наверное, они не двусторонние, но в принципе, в принципе, можно носить как двусторонние. Видите, получается, что у вас сверху резинка будет. Нигде не указано было, что он двусторонний. Это я уже сама себе просто придумала. Я просто понадеялась на это. И, как вы видите, трусики вообще вот такие. Они с пальмами какие-то. Они громадные. Наверное, они идут с высокой посадкой, поэтому они такими выглядят. Ой, будем надеяться, что мне подойдёт. И, кстати, это размер S. Ну, как вы видите, трусы небольшие. Они просто с завышенной посадкой идут. Можно их, кстати, опустить. И в целом это будет выглядеть абсолютно нормально. Как будто так и должно быть. Сзади смотрится вот так это всё дело. В общем, трусы мне очень нравятся. А вот вверх какой-то странненький. Здесь две резинки. Получается, идут сверху и снизу. И они как-то слишком сильно сдавливают мою грудь. Мне не нравятся эти два кругляшка. Точно так же, как и эти резинки. Они какие-то, ну, странные. Может, конечно, на камере всё выглядит нормально. Но у меня есть подобные купальники. И выглядят они намного лучше, чем этот. Давайте попробуем достать кругляшок справа. Ох, намного лучше стало. Намного комфортнее. Пусть будет лучше видно соски, чем у меня будут эти кругляшки, которые как-то странно сдавливают и делают непонятную форму. Их так слишком сильно было видно. Согласитесь, даже на прошлом купальнике было менее заметно, чем здесь. Давайте попробуем наизнанку надеть трусики. Вуаля! Вот такая красота. Мне нравится. В целом выглядит классно. Единственное, вот здесь вот есть бирочка. Её можно будет, конечно, отрезать. И я это сделаю обязательно. И внизу, 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 там далеко есть такой маленький шопчик, который никому не заметно. Мне уже не терпится вам рассказать о дополнительной скидке на Джуми. Но давайте откроем ещё один купальник, посмотрим. И сразу же вам всё рассказываю. Ооо, еле достала. Это купальник вот такого нереально зелёного цвета. Он просто светящийся. Все неоновые цвета в камере просто нереально отражаются. И я прям пугаюсь, когда вижу вот это свечащееся пятно. Это самый странный купальник на сегодня. Я очень захотела заказать его и проверить, как он будет сидеть на мне. Вот такие звёзды. Да, почему бы и нет на бюсте. Здесь прозрачные ляпки, которые дают загорать ваше тело под ними. Ну и очень они как-то странно идут здесь. Хотя нет, ничего странного. Вот так вот и вот так вот. Ничего нигде не затягивается. Поэтому будем надеяться на то, что всё подойдёт, как оно есть. Здесь, кстати, поролончик вставлен в форме звезды. Вот так вот. И стоила такая прелесть 805 рублей. Да, не дешевое удовольствие. Вы думали, что дёшево будет стоить? Нифига. Неоновый цвет летом всегда в моде. Особенно на купальниках. И на самом деле реально. Когда я вижу девушку на пляже в неоновом купальнике, она невероятно привлекает к себе внимание, потому что этот неоновый цвет виден просто за километр. Просто скажите мне, что вы готовы это увидеть. Та-да-да-дам! Пап! Пипец! Просто пипец, ребята! Мне так застрёмно. Не знаю, как в таком можно вообще пойти на пляж. Потому что это очень странно. Ну, у меня, конечно, здесь бачка. И очень сильно эта вот штучка продавливает мои бока. Получается вот такой вот маффин-маффин у меня здесь. Ну, а вверх сидит нормально. Но это так странно. Максимально просто странно эти звёзды. Вот так выглядит это всё сзади. Добро! Угу. Чтобы вы понимали, здесь ещё можно вот так вот стянуть вот это всё ещё ближе. Или вот так вот растянуть подальше. Я не буду как бы вам показывать это всё сзади. Думаю, вы сами уже можете всё представить. А теперь важную новость. Слушайте внимательно. На Джуми с 22 по 25 число пройдёт огромная распродажа, где скидки будут достигать до 70%. На Джуми, если что, если вдруг вы не знаете, есть не только купальники всякие, побрякушки, товары для детей, товары для взрослых. Есть всё. Даже корейская оригинальная косметика и различные товары из Японии. Это самые лучшие дни для покупки. И вместе с кэшбэк-сервисом Letyshops вы сможете сэкономить ещё больше своих денег. Потому что Letyshops раздаёт с 22 числа ограниченное количество повышенного кэшбэка. Что такое вообще этот горящий кэшбэк? Это увеличенный в несколько раз обычный кэшбэк на Джум. То есть он обычно достигает 5%, а сейчас он будет до 23%. Но не стоит забывать, что сумма вывода максимально 370 рублей. Но это, согласитесь, много. К примеру, купив первый купальник, который я вам показывала, и второй, вы затратите 1337 рублей. Но из этой суммы, использовав горящий кэшбэк, вы вернёте 307 рублей. На самом деле, горящий кэшбэк выкидывают действительно очень часто. Особенно на мой самый любимый магазин Shein. Выкидывают просто чуть ли не каждую неделю этот горящий кэшбэк. И я недавно словила скидку 40%. Вы просто представляете? Конечно, было ограничение по сумме вывода. Это было 600 рублей, но это аж 600 рублей. Получилось так, что два топа я взяла бесплатно. Прямо сейчас регистрируешься в Letyshops по ссылке в описании. И успей забрать свой горящий кэшбэк в Joom до 23%. Ну и, конечно, желаю тебе хороших покупочек. Переходим к следующему моему купальнику. На самом деле, мне очень обидно, что я все эти вещи покупала самостоятельно. И я не сэкономила почти ничего. Ну, там были 5% на Letyshops, но сейчас 23% просто. Пипец. Один купальник мне фактически достался бы бесплатно. Наверное, это самый нюдовый купальник из моей коллекции. Он вот такой идет, как типа просто топ, но он идет с лямками. Очень минималистичный, очень эстетичный. Мне очень понравилось. Недавно я увидела на Pinterest фотографию в подобном купальнике и в рубашке. Это так красиво, красиво смотрится. Вот такие трусики. Я так понимаю, они здесь почти стринги, но не стринги. Надо будет посмотреть, как это будет смотреться. Но вы сейчас увидите все вместе. Это я пока не представляю, как он будет на мне сидеть. Но я уже надеюсь на парижские фотографии. Если кто понял, о чем я. Кстати, это размер M. После бешеного зеленого купальника вот надевать такое блаженство. Просто блаженство. Очень красивенько смотрится. Мне нравится. Единственный минус я уже нашла в этом купальнике. Сначала оцените вы его. Мне в целом нравится, как он сзади смотрится. Правда, немножечко мне непривычно, потому что я обычно подобного рода трусики не ношу. Это для любителей стрингов, скажем так. Мне нравится застежка. Сначала скажу еще один плюс. И к минусу. Вы видите, что просвечивается вот эта вот белая подкладка и снизу, и сверху. Может быть, если смотреть вот так прямо, этого не заметно. Но если подойти и посмотреть под каким-то углом, то белую вот эту подкладку становится видно. Можете считать это за минус, можете не считать это за минус. Потому что в целом купальник стоит не так дорого, чтобы к чему-то так вот прям придираться. Ой, ну вообще удобно и стильно. Дальше так, порвала с внутренним пакетом даже. Это белый слитный купальник. Ой, не помню. По-моему, это размер М. И стоимость у него 881 рубль. Блин, ну он прям из синей белой. Такой, знаете, синевой. То есть он не теплый белый. Очень странно это выглядит, но если не вот так вот не прислонять к другому белому, то разницы вообще не видно. Очень красиво смотрелся на модели. Просто бомба такая, знаете, лауна. Бич. Бич. Босс. И мне очень нравится. Ой. Ой. Тут нет вставок. Ну, я надеюсь, что сильно просвечивать не будет. Давайте это проверим. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Номинация за самый плохой купальник достается ему. Ой. Такое. Вообще такое-такое. Мне совсем не нравится. Он просто ужасно портит фигуру всю. Во-первых, он не рассчитан на мой рост. Хотя у меня рост не совсем высокий. У меня 168. Если у вас рост 150-155, может быть 160, он для вас отлично подойдет. Потому что я его натягивала просто вот так вот. И мне сейчас все вот в этой линии очень сильно давит. Вот. Также здесь, конечно, нет подклада, как я и говорила. И поэтому он просвечивает. Мне это уже видно. И что странно, знаете, я его вот так вот натягиваю, но в то же время вот эти лямки, они сминаются как-то. И вот, ну, видите, как это выглядит. Совсем не модельно. Совсем не лагуна бич. Все, я поняла, девочки. Они сделали специально его таким коротеньким, чтобы мы его так натягивали, чтобы у нас из-за вот этого разреза купальник не спадал. Но, по идее, в хороших купальниках он не спадает. Это значит, просто, ну, неправильный крой. Поехали дальше. Опа. А это у меня не купальник. А вот такая красивая футболка. Минималистичная. Чё пипец. Только материал у нее не настоящий, не стопроцентный хлопок. Хотя очень-очень похоже на хлопок. Смешано с чем-то. Очень плотный материал. Мне кажется, что он даже плотнее, чем обычный хлопок. Здесь есть точно синтетика какая-то, потому что супер тянется эта футболочка. Но и она нереально мягенькая. Прям приятная. Пипец. Я заказала себе ее в размере L. И заказала, потому что она была гипер дешевенькая. Но и этот рисунок меня покорил. Аля в одну линию нарисован. 541 рубль вышла мне эта футболочка. Мне кажется, футболка просто отлично смотрится. И рукав у нее не слишком длинный, не слишком короткий. Мне нравится. Очень хорошо. Прямо отлично белая. Мягкая, как я и сказала. К телу еще приятнее. И посмотрите, какая у нее длина. Вот такая. Достаточно длинная. Извините, что не помята. Не успела погладить. Хоть и макияж отлично сделала. Следующая посылка. Отдохнули. Да? На нюдовых, на белых купальниках. Так, давайте теперь по яркому пройдемся. Этот купальник мне обошелся в 877 рублей. Заказала себе размер М. Мне очень он напомнил плавательный купальник. Раньше мы всегда вот в таких подобных плавали. Ну, в смысле, вот с этими перекрестиями сзади. Это очень было модно. Но единственное, вот этого, конечно, не было раньше. И мне показалось, что очень интересно, очень классно. Надо попробовать, думаю, померить. Трэш или не трэш будет. Давайте скорее примерять. Потому что, ну что вот это вот смотреть, да? Ну, единственное, что еще могу сказать вам, что здесь есть поддержка груди в виде резинки. Ну, и два вот таких вот кругляшка. Которые защищают вас от просвечивания. Очень странный купальник. У меня сейчас просто был квест по надеванию его. Потому что он надевается сначала снизу вот так. А дырка для верха, видите, какая она маленькая. Через нее, в общем, не залезешь. И потом вот так вот надо залазить вверх. Это очень было смешно. Я это делала долго. У меня все перекрустилось. И очень сильно все сдавливается. Вот так это все сзади выглядит. Я уже немножечко бы отпривыкла. Но когда я его надела, я думала, что, господи, скорее из него бы вылезти. И сейчас будет шокирующий номер. А-пам! Просто все. Надо заказчивать эту распаковку. А то она уже переходит все границы. Вот так вот много перевязочек. Честно, я не могу определиться. Мне вроде нравится. Это так необычно. Это прикольно. Но это и странно. Это очень странно. Карл. Короче, ребятушки. Обязательно прогнозируйте на стиль. Вы такой купальник. Нравится ли он вам? Просто у меня такие прям, ну, очень смешанные чувства. Я не могу определиться. У нас последний красавчик. Интересно, яркий или нет. Размер M здесь написано. И это блестящий купальник а-ля Victoria's Secret. Ну, почти, конечно, почти ожидание, реальность девочки. Там такая картинка была. Я думала, стразы будут. Нет, ну, конечно, я зашла. Я понимала, что это будет какая-то ткань блестящая. Ну, честно, ожидала я лучшего. Хотя вот так вот если поднести, ого, пипец, блестит на свету. Ну, честно, может быть, на солнце будет так же красиво блистать. Но как-то вот, о, блин, сви не особо. Нет, ну, в целом за 780 рублей, ну, нормально. Нормально. Необычный же, необычный. Главное, чтобы не колол нигде. Знаете, а то вот эта ткань, она такая противная, обычная колеса. Давайте примерять? Да. Давно мне таких малюсеньких купальников не приходило. Чувствую себя просто на 80 килограмм. Простите. Просто я вешу 55-57. И сейчас, вот, когда она делает купальник размера М, да, я понимаю, что что-то не то. Обычно М-ки вот так муще на шейне, по крайней мере. Блин. Ну, короче, не очень купальник. Надо было заказывать больший размер. Безумно маленькие треугольнички. Конечно, кому-то это нравится, но мне не очень. И, как я и сказала, ткань колется. То есть, по всему вот этому краю я чувствую такое вот, знаете, свитер этот колючий. Это как будто этот свитер колючий у меня по всему вот этому краю этих треугольничков. Вот эти вот блёсточки, они незаметны, потому что они очень плотно прилегают к моим бокам. Я скоро похудею, и, возможно, этот купальник будет мне как раз. Возможно, но не точно, потому что он слишком маленький. Нам не надо быть, не знаю, 45 кг, чтобы он смотрелся на мне нормально. Ещё и супер подтянутый. Обязательно дайте знать в комментариях, какой купальник вам больше всего понравился. Я активно после выпуска видео 24 часа всем отвечаю, ставлю лайки. Так что давайте пообщаемся вместе с вами. И, конечно же, если вы хотите больше выпусков с сайта Juma, AliExpress, Shade, распаковки от меня, то обязательно пишите мне об этом тоже в комментариях. Ставьте лайки. Ну и не забывайте подписываться на мой канал, чтобы мотивировать меня. Кстати, я вам и сказала очень важную вещь. У меня теперь есть Инстаграм, посвященный AliExpress, Juma и Shade. Но не забывайте на него подписываться, чтобы быть в курсе всех моих покупок день в день. Ну и, собственно, процесс я тоже там показываю. Так что подписывайся. И там ещё куча подборок. Я вас очень сильно люблю, мечтаю, действую и никогда не останавливаюсь. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok